Добрый день! И мы находимся на этой неделе в главе Китиса. И еще сегодня праздник Пурим. Кстати, лыхаем-лыхаем. В нашей главе Тора описывает одну из поворотных точек в истории человечества. Евреи создают золотого тельца, это вызывает закономерный гнев Бога, после этого евреи раскаиваются, Маше вымаливает у Бога прощение, поднимается на гору за вторыми скрижалями, наступает кульминационный момент прощения Богом евреев и передачи им от Него специального кода, или хотите, назовем это формулой, 13 принципов своего милосердия. Не путать с 13 принципами еврейской веры Рамбама. И так об этом сказано в Торе. «И вытесал он две каменные скрижали, Маше Рабейну, подобны прежним, и встал Маше рано утром, и взял в руки две каменные скрижали, и взошел на гору Синай, как повелел ему Бог. А Бог сошел в облаке, и встал там близ Него, и провозгласил имя Бога, и пришел Бог перед Ним и возгласил». Здесь упоминается Бог, это четырехбуквенное имя Всевышнего. Итак, «Ашем Ашем, Эль Рахум Веханун, Эрехапаем Верав Хесет Вемет, Носер Хесет Леэлофим, Носе Аван Вепеша Вехата Венаке, Лотик Ней Пекат, и не оставляющий без наказания, это уже сюда не относится. И я посмотрел этот урок у Равина Носен Вайса из Иерусалима. Он пишет, что в своей книге «Дар-э-Хашем» мы знаем Рамхаля, Равмашеха Амалуцата, крупнейшего учителя, каббалиста, начало XVIII века, умер в 1740 году. Он объясняет, что при сотворении мира Всевышний оставил определенные цели. Одна из них заключалась в достаточно активной связи человечества со Всевышним. И эта связь должна быть достаточно интенсивной, чтобы люди могли ощущать присутствие Творца в физическом мире. Такой был замысел. Но наступили времена, когда Всевышний был вынужден удалить свое присутствие из физического мира. Мы говорили об этом в предыдущих беседах. Из-за грехов разных поколений шахи на шаг за шагах поднималась на седьмой уровень небес. Таким образом, одна из основных целей создания оказалась на грани срыва. Это могло привести мир к разрушению совсем. И вот тут сыграли свою решающую роль 13 принципов милосердия. По сути, эти принципы в этот период существования нашего мира стали теми экстренными мерами, которые, если можно так выразиться, переориентировали мир, чтобы жизнь в нем и после кризиса продолжалась. Правда, на более низком духовном уровне. Этот период закончился где-то в 2048 году от сотворения мира, естественно, когда Авраам вернул шхину на один уровень ниже. И как мы тоже говорили ранее, наши дальше праотцы шаг за шагом вернули шхину назад, вниз, в наш нижний мир. И последний свой шаг сделал Машер Абейну, приведя евреев на гору Синай. Но вот, когда евреи отлили золотого тельца и нарушили вторую из десяти заповедей, полученные на горе Синай, мы помним, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Творец снова удалил свое присутствие в мире. И мир был переформатирован и продолжал существовать, но снова на значительно низком уровне. В Торе об этом сказано, так, что сам же я не появлюсь в твоей среде, чтобы не уничтожить тебя мне в пути, ибо ты народ жестоковый. Но еврейский народ отверг существование на более низком духовном уровне, потребовал присутствия Бога, но совершив роковую ошибку с золотым тельцом, они все-таки нашли силы в себе и раскаялись. И в тот момент, в этой ситуации, возникла острая необходимость в 13 принципах милосердия, в 13 способах проявления милосердия Богом, но в другом, несколько в другом формате. Мы не хотели лишаться присутствия Всевышнего, а желание это могло реализоваться только в том случае, если 13 этих принципов милосердия, применение которых ранее предполагало лишь чрезвычайные ситуации, теперь станут интегральной частью нашего взаимодействия с Творцом. Чтобы сохранить присутствие Творца в своей среде, еврейский народ должен был склонить Всевышнего к тому, чтобы он изменил настройку, касающуюся роли 13 принципов милосердия. И из разряда чрезвычайных мер перевел это в категорию повседневности. Как же это евреям удалось сделать? Именно раскаянием. Но что означает раскаяние? Еврейское слово «тшува», обозначающее это понятие, имеет и второе значение – вернуться к чему. Еще до того, как была создана Вселенная, пишет Талмуд в трактате Псахим, возникли семь явлений. Тора, раскаяние, тшува, ганеден, райский сад, гейном, ад, кисе-акавод, трон Всевышнего, храм и имя Машеха. Раскаяние таким образом принадлежит председствующему миру, миру, где присутствие Творца проявлялось в максимальной степени. Миру, где нет времени, нет пространства, где нет разрыва между желанием и исполнением, и то есть нет недостатка. Это ведь именно это является проявлением, обратите внимание, недостатка. На иврите наш мир, Вселенная, называется Олам. Это в буквальном переводе, или однокоренное слово, это сокрытие. Еврейская традиция сообщает Олем, Ле Олем, что существует много уровней сокрытия Творца, и если до создания Вселенной этот уровень был минимальным, то наша реальность это самый высокий уровень божественного сокрытия. И если бы мы ощущали сегодня, что Шхина пронизывает все бытие, мы бы ясно осознавали бы, что весь мир существует только потому, что Всевышний постоянно снабжает его энергией. И тогда мы потеряли бы свободу воли. Поэтому, чтобы сделать возможным наше существование, должен опуститься занавес, разделяющий мир раскаяния, или вот так скорее, от мира, в котором мы живем. Но связь эта полностью не разорвана. 13 принципов милосердия, мостик между нами и между этими двумя мирами. Они соединяют наш мир с миром раскаяния, миром божественного присутствия, связывать наш мир с миром, где нет разницы во времени. И сделанное оно и есть сегодня, сделанное вчера, оно и есть сделанное в момент раскаяния. Сделанное вчера, оно и есть сделанное в момент раскаяния. И поэтому, когда происходит изменение намерения, я не хотел, то это и есть одна и та же точка. И поэтому можно поменять. Но это нужно отдать отдельный урок, большой, наверное, его не хватит. Но теперь что-то можно объяснить, но не сейчас, не в нашем формате. Союз с Творцом, союз двух сторон. Каждая из них ради этого союза должна отказаться от чего-то важного. Сыновья Израиля, чтобы вернуть божественное присутствие в мир, были готовы отдать жизнь. В Торе по этому поводу написано «И сказал Маше ему, если не пойдешь с нами сам, то не выводи нас отсюда». В ответ на это Всевышний тоже согласился перенести 13 принципов милосердия в наш мир и сделать их частью нашей ежедневной реальности. Теперь, когда милосердие данному миру при сотворении исчерпывается она, то у нас согласно условиям договора с Творцом есть эти 13 принципов милосердия, подключая которые мир может продолжать свое существование. Мир, несмотря на всеувеличивающиеся грехи людей, не отрывается от источника своего существования благодаря постоянно происходящей тшуве евреев и активации механизма 13 принципов милосердия. Все в этом мире милосердия зависит от наших поступков. Из нашего материального мира мы влияем на духовные миры и одна из этих иллюстраций это то, что 13 принципов милосердия были переведены в наш мир в ответ на раскаяние и готовность пожертвовать жизнью. Раскаяться значит вернуться, но находясь в этом мире человек не может вернуться к тому же с чего начал. Возвращение предполагает, что он поднимется на ступеньку выше и станет ближе к источнику всего сущего. Поднимется в мир истины, в мир милосердия. И это и цель и результат тшувы. И мудрецами был выведен алгоритм тшувы раскаяния и он проиллюстрирован словами в молитве раскаяния Таханун, которую мы произносим каждый день в составе утренней молитвы. Каждый раз по несколько раз в специальной молитве слихот вне общественных постов, вот как вчера в пост-эстер. И, конечно же, много раз молитва Йом-Кипура. И один из ключевых моментов в этой молитве и алгоритм тшувы это взывание к 13 качествам милосердия Всевышнего. Выражено в произнесении 13 принципов милосердия и еще раз я могу это прочитать. Ашем-Ашем Эль-Рахум Веханун Эрехапаем Веравхесет Вемет Ноцерхесет Леялофим Носавен Вепеша Вехата Венаке И на русском скажу Ашем-Ашем Бог милосердный и Бог милостивый долготерпеливый великий в любви и истине хранящий милость для тысячи прощающих и прощающих вину преступления и грех И благодаря искреннему раскаянию и обязательному применению при этом специального этого кода 13 принципов своего милосердия мир еще удерживается в тонкой связи с Богом Ишхина полностью не отдаляется И мы продолжаем получать от источника жизни жизненность Она выражается в постоянном наполнении всего этого мира и нас в первую очередь людей жизненной энергии И те евреи которые удерживают эту связь с Богом они естественно получают от него максимально возможную в каждом индивидуальном случае поддержку И эти евреи для Бога не только держатели этого мира живым существующим Самое главное для Бога что есть если есть этот мир жив это позволяет реализоваться сущности абсолютного добра распространяться передаваться и без получателя этого добра невозможна передача нету приемника нет нет смысла и в нашей истории еще было несколько случаев когда мы применили этот инструмент шувы и формулу 13 принципов милосердия Всевышнего и спасли себя и мир и события Пурима которые мы празднуем сегодня 14-го дара это тот самый яркий из таких случаев и сегодня вспоминаю о событиях Пурима и о инструменте раскаяния и о формуле 13 принципов милосердия Всевышнего сформулированных в нашей недельной голове Китиса время каждому задуматься и начать менять свою жизнь чтобы как так менять чтобы как сказал условно классик и не об этом но правильные слова чтобы не было мучильно больно за бесцельно прожитые годы Брахава и Ацлаха нам всем на этом нелегком пути благословения и успеха и остаемся и дальше в поисках смысла